Шумбрачи Вечки Вейкс и Алгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас снова приветствует программа Шумбрат Рав и я ее ведущий Татьяна Родионова. Прежде всего, хотим поздравить всех школьников, учителей и, конечно же, родителей с началом учебного года. В нашей студии сегодня Смолкин Иван Васильевич. Здравствуйте, Иван Васильевич! Убрачи! Иван Васильевич является председателем Индинского отделения Ульяновской областной Мордовской национально-культурной автономии. И сегодня мы вас приветствуем здесь. Спасибо! Иван Васильевич, мы с вами знакомы уже 10 лет. Все годы, которые проводятся в нашей Ульяновской области областной праздник Шумбрат. И вы являетесь бессменным руководителем, организатором и ведущим площадки «Игры Тюште». Расскажите, пожалуйста, что это за игры? Кто такой Тюште? И как все это у вас начиналось? Уже 20 лет мы большую работу проводим. Я из мордовской семьи, отец Мордвин, мать Мордовка. Я уже с детства смотрел, как проводились в мордовских селах, в наших мордовских селах село Черемушки-Поддубное. Праздники. Я помню, собирались люди на конце села и проводили там мордовские игры. Правда, они тогда не назывались Тюште-Налксима, Тюште-Игры. Но игры были те же. А откуда Тюште? Для этого надо заглянуть в эпосу мордовского народа. Этот эпос состоит из шести песен. Первая песня называется «Создание земли». Вторая песня – «Поиск счастья». Третья песня называется «Правление Тюште». Сказать, а кто такой Тюште? Вот спрашивают меня, а что такое Тюште? Кто такой Тюште? «Правление Тюште». Это даже не конкретный человек. Это как бы, наверное, как царь, как хозяин. Какое-то вот такое звание. Вот если вы заглянете в эпос, после создания земли, когда Нишки-Пас создал землю, искали шастие. Между Эрзянами и Макшанами начались распри. Морды били, извините за выражение, волосы выдергивали. Не было хозяина. И вот в семье селений старики собрались и говорят, надо искать хозяина. Они стали искать хозяина в лесу. Нишки-Пас говорит, в лесу нечего искать, надо в поле идти искать. И они пошли искать. Первого богатыря встретили. Второго богатыря встретили. Но у них не получалось. А условие было такое, как, наверное, и в Библии. Моисей, когда выводил из Иеретян, из Египта через Красное море, палка там играет роль. Надо было палку воткнуть, и палка должна вырасти. И вот только это получилось у здорового, крепкого парня, у которого конь обогнал орла, и у которого палка, и вот его выбрали и Назором, и Учазором. Тоже искал хозяина, одного хозяина. И вот Чуштя охранял мордовский народ от набега всевозможных. И Чуштя – это сын бедной, бедной девушки, которую выгнали. Как и Моисей, собственно говоря, плавал в корзине, а потом нашли. И женился на простой девушке. Но это богатырь, который мог пахать. Тридцать сох, тридцать там барон. Это крепкий, очень умный мужик. И когда пришло время умирать, он не хотел умирать, как умирают простые люди. А он как умереть хотел по-другому. Он как бы ушел в небеса и оставил трубу Турама, которая и в настоящее время звенит и зовет мордовский народ к единению. Вот мы проводим такие игры. А что они представляют собой? Наверное, многие видели, а могу и некоторые игры продемонстрировать. Так как Чуштя жил в лесу, там многие игры были связаны с деревом. Он поднимал бревно. Бревно я всегда на студии не принес. Шар деревянный бросает. Ну вот здесь самые простые игры, в которые играют и дети, и взрослые, и жены, и мужчины. Здесь никаких усилий огромных не надо, но нужна ловкость и работа рук. Берите, Татьяна. Вот, пожалуйста. Давай. Вот середина, вот середина. Кто будет? Ну, мы не будем разворачиваться на все, но вот, Татьяна, покажем. Раз, два, три. Вот, Татьяна, выиграла. Молодец, Татьяна. Молодец. Вот здесь у нас еще есть. Вот игра. Рисуем круг. И на пальчик. Два человека спиной встаем друг к другу и начинаем держать. Я уже немножко опыт имею. Некоторые начинают за пальчиком следить, а надо следить за кончиком. Начинают двигаться туда и руку туда. Вот таким путем можно выиграть. А вот здесь, я помню, мальчишки, мужики. Мужики, да и женщины, собственно говоря. И русские сейчас уже занимаются этим видом спорта. Надо сесть. Сесть. Друг против друга. И перетягивание. Ну, Татьяна, с Татьяной участвовать не будем. Кто перетянет, тот и выигрывает. Но сейчас мы берем и русские игры. Использую я на этих мероприятиях и гири. Это чисто русский вид спорта. Ничего не надо придумывать. Иван Васильевич, есть еще один вопрос по вашей профессиональной деятельности. Вот мы точно знаем, что вы какое-то время были председателем колхоза. Потом вы стали директором школы, учителем школы. Что вас подвигло так резко изменить свою профессиональную деятельность? Я работал директором школы, закончил Сенглейское педагогическое училище, педагогический институт закончил по специальному учителю математики, стал директором лицея, лицея школы. Мы держали связь с сельхозакадемией, а мои вот братья пошли по другому пути. Они сельхозники. И вот такое настало время, так называемые тяжелые времена Ельцинские, когда колхоз стал разваливаться на глазах. И глава района, Ломакин Валентин Викторович, попросил меня еще исполнять обязанности председателя. Я долго не соглашался, но потом все-таки согласился. Но мы навели там порядок, доили, вот кто разбирается в сельскому хозяйству, доили 900 литров на корову, а мы буквально за три года стали доить 3600 молока. А почему? Потому что мы организовали трудовую дисциплину и производственную дисциплину. Когда я стал председателем, некоторые улыбались. Учитель, директор школы, и вдруг председатель, а я тем более тут и там. Утром иду на наряд, потом иду в школу. И вот так приходилось тут и там. Но мы создали треугольник, очень хороший треугольник. Сельхозакадемия, колхоз, школа. Дети ходили, которые занимались в лицесских классах, на ферму, смотрели. Там идеальная была чистота, порядок, телята в идеальном состоянии. Ходили в гараж, смотрели, как механизаторы перебирают двигатель. Как в свое время говорил Сухомлинский, каждый ребенок сельский должен уметь разбирать и собирать двигатель. Они видели, как селку, то есть у нас треугольник, наука, сельхозакадемия, колхоз и школа. И вот у меня был интересный способ организации. Я больше всего шитал. Я вот прекрасно знал, что для свиньи, чтобы свиньи росла, надо 4 кормовых единицы. Что такое кормовые единицы? Это килограмм овсы. Иван Васильевич, перейдем еще к одной очень интересной стороне вашей жизни. Вы являетесь чемпионом, серебряным призером чемпионата мира по гиревому спорту. И как вы говорите, как оно называется еще? Длинный цикл. В длинном цикле. В 2005 году вы стали чемпионом. Расскажите, пожалуйста, это очень интересно, это очень увлекательно и просто вызывает только уважение и удивление. Расскажите, пожалуйста. У нас в районе Александр Ажмакаров, глава демистратива, он тоже спортсмен. Он присутствует на всех соревнованиях. От начала до конца. Он в футбол играл. Это человек, который там живет, в районе. И спорт у нас и гиревой, и футбол, и хоккей. А гиревой спорт, мы вообще вышли на самые высокие места даже в России. Там у нас замечательный тренер есть. Симонов Михаил Александрович, мастер спорта. Я все время его, в свое время, я разными видами спорта занимался. И бегал, и прыгал, и боксировал, в спаррингах участвовал. Причем с хорошими спортсменами. У нас тоже чемпионы есть в России по боксу и в эту секцию. Ну, а гиревой спорт – это для любого возраста. Я так понемножку занимаюсь, занимаюсь. Потом меня пригласили на чемпионат мира. И да, Иванович, поедем. Я позанимался и стал серебряным чемпионом. Не победителем, а серебряным призером чемпионата мира в длинном цикле. Вот я принес специально сюда вот эти две гири. Я и утром как раз выйду. У меня и 24 их есть, и 32. Но сейчас 32 я не увлекаюсь. Хотя на День Победы, когда 75-й годовшину отмечали, в присутствии населения, людей, я одной рукой поднял гирю 75 раз за три минуты. Двухпудовую гирю 75 раз поднять. Но я каждый раз занимаюсь. Вот сейчас я к этому мероприятию не так сильно готовился, потому что мышцы обладают тоже памятью. 48 часов память. После этого, если тренироваться перестанете, мышцы начинают забывать. Я тоже с картошкой немножко подзабыл, но все-таки я хочу показать вам, не то что на словах, а на деле, что я люблю гири, занимаюсь гирями. И действительно чемпион. И действительно чемпион тогда я сделал, я не помню, за 80 раз в длинном цикле. Ну, сейчас я столько не буду делать, но для зрителей, для молодых, хочу показать, что такое длинный цикл. Берутся гири, толчок опускается. Вот это длинный цикл. А так я каждое утро выхожу, занимаюсь, показываю, разные упражнения делаю. Могу разов десяток вот так поднять. Могу кресты разные. Могу вот агири взять. Взять. Можно по-другому. А времена Ивана Грозного челочами считались люди, которые при присутствии царя могли держать 30 минут. Вот так вот. Я вам покажу, как держали челочи. Вот так вот. 30 минут. Представляете? Это очень тяжело. Ну, а так. Вот они, гирьки. Кстати, могу. Ну, сейчас я не готовился. Вследствие шоу пригласите, Татьяна, подготовлюсь. Ну, вот видите, тяжеловато. Картошка. Другие мышцы работают. Но я советовал молодежи. Можно и рыбочки поделать гирькой. Спасибо вам большое, Иван Васильевич, за интереснейший рассказ, за нашу встречу. Ну, а сегодня мы прощаемся с вами, дорогие зрители. И напоминаем, что наша программа будет выходить каждую первую и третью пятницу месяца в 19.40 на канале Уллправда ТВ. Всего хорошего. Вас, Томазанок. Вас, Томазанок. Томазанок. Продолжение следует...